За свою пока ещё недолгую новейшую историю возрождённые русские напевы смогли услышать не только жители сельского поселения Володарское. Хор выступает на различных культурно-массовых мероприятиях Ленинского района. В прошлом году принял участие в конкурсе проектов «Наша Подмосковья». Концерт, посвящённый маленькому юбилею хора, начался с исполнения фрагмента из литературно-музыкальной композиции «Есенин Видновского края» о жизни и творчестве поэта Евгения Зубова. В репертуаре хора «Русские напевы» немало песен, написанных на стихи нашего земляка. Очень эмоционально исполняют, переживая душевно то, о чём они поют. Удивляет то, что этот хор сумел настолько хорошо слиться уже и в голосах, что всё это звучит очень качественно. Также в концерте прозвучали песни на стихи Леонида Дербенёва, Льва Ашанина и других известных авторов. Музыку ко многим композициям пишет руководитель хора Борис Михайлович Долотов. Глядя на него, сразу понимаешь, что он переживает за своё дело всем сердцем. Петь, отдыхать и радовать зрителей – вот наша кредо. Поздравить хор с днём рождения приехали коллеги – представители коллектива любителей песни Центра социального обслуживания «Вера». Сегодня в хоре «Русские напевы» участвуют 11 человек. Репетиции проходят раз в неделю в Центре культуры и досуга Ладыгина в дружеской и тёплой обстановке. Все настолько жизнерадостные, настолько позитивные. То есть мы никогда не ругаемся. У нас очень тактичный наш руководитель. Даже если мы что-то не так делаем, он никогда не кричит, не ругает. Он очень тактично к нам подходит, и поэтому ссоры, скандалов у нас нет. И мы уходим с репетиции в отличном настроении. И до следующей репетиции мы поём, поём и поём. Сами участники хора желают, чтобы история русских напевов продолжалась, чтобы к песенному искусству присоединялись дети, внуки и была преемственность поколений. И тогда творческий коллектив, новая жизнь которого только началась, ожидает светлое будущее. Я думаю, что судьба у этого коллектива достаточно обнадерживающая, потому что занимаются этим люди увлечённые, энтузиасты. И я думаю, это основа того, что впереди много серьёзных творческих достижений.